МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе с инициативной группой местных жителей глава муниципалитета Андрей Иванов проинспектировал строительство новой дороги, чтобы проверить, нет ли отклонений от графика. Убедились вместе с жителями, что строительство не остановлено, все идет по графику. И уже в конце декабря, как нам доложила подрядная организация, здесь будет открыто движение, что, безусловно, позволит решить вопрос выезда из микрорайона Новая Трехгорка, Старая Трехгорка. Людям будет удобно добираться до Москвы, те, кто там работают, будет очень короткое плечо. Ну и, соответственно, многие, кто живут в Ромашково, тоже получат удобный заезд с платной дороги северного объезда к себе в Ромашково. Общая протяженность новой двухполосной дороги более 4 километров. Сейчас активно ведутся работы по устройству земляного полотна по основному ходу, а также на съездах дороги. Ставятся опоры путепровода и локальное очистное сооружение. Как отметил глава, строительство действительно было приостановлено, но только в связи с эпид-обстановкой. Все посмотрели, здесь никто нас обмануть не сможет, никто не лукавит ни по срокам. Активная работа, больше 23 единиц техники на площадке, достаточное количество людей, ответственный подрядчик. И мы уверены, что все будет сдано в срок, и, наконец-то, Одинцово, Ромашково, Немчиновка получат этот долгожданный объект. Когда развязка будет готова, планируется установить шумозащитные экраны, проложить новые инженерные коммуникации и наладить наружное освещение. После осмотра стройплощадки глава вместе с жителями прошел по проблемным точкам Трехгорки. Ямочный ремонт заканчивается здесь, слава богу, за последние два года практически уже нет такого накала и большого количества жалоб. Все уже понимают, что мы системно выходим на ямочный ремонт, делаем его в полном объеме. Делаем не локальные ямы, а полноценно картами, соблюдение всей технологии. Что касается социальных объектов, то приступим в этом году к проектированию детского сада. Он уже попал в госпрограмму, начиная с 2021 года, и в 2023 мы планируем ввести уже детский садик эксплуатации, который тоже здесь очень нужен. Участники встречи успели рассказать главе о многих проблемах. Обсудили ремонт кровель, строительство поликлиники, пожарного депо, храма. Андрей Иванов обещал все проблемы взять под личный контроль. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.